Некоторые обозреватели проводят параллели между событиями в Армении и другими протестами, прошедшими в последние годы. Например, американская газета Wall Street Journal сравнила ситуацию в Ереване с тем, что происходило в Киеве в 2014 году. По словам издания, протесты в Армении свои стратегии напоминают антиправительственные демонстрации на Украине, которые привели к свержению президента Виктора Януковича. А некоторые эксперты говорят даже о том, что события на Украине и в Армении могли быть организованы и профинансированы извне. Не следует забывать, насколько важное стратегическое значение имеет Армения, ведь она находится на Кавказе. Многие уличные протесты, которые мы в последнее время наблюдаем, вызывают вопросы. Классический пример – Украина. Виктория Нуланд, бывший представитель американского госдепартамента, заявила, что США затратили 5 миллиардов долларов для того, чтобы через неправительственные организации и инициативные группы убедить украинцев в правильности позиций ЕС и США. Игра идёт по-крупному, и мы должны быть очень внимательными, чтобы разобраться, настоящий этот протест или манипуляции, оплаченные из-за рубежа. Вашингтонские неоконсерваторы добиваются смены режима. Протесты входят в их планы. Эта конкретная акция может быть безобидной и легитимной. Но даже если это так, Вашингтон попытается превратить её в нечто большее. Иногда Вашингтон инициирует протесты, а иногда ждёт, когда они начнутся. Это хорошо иллюстрирует события, которые произошли на Украине. Все эти так называемые «цветные революции» профинансированы Национальным фондом демократии. Деньги выплачиваются и политикам, для того, чтобы Вашингтон смог заручиться их поддержкой.